В Сочи теперь есть набережная Штеймана. Ее открыли в честь 100-летнего юбилея почетного гражданина Сочи. В Сочи сегодня представили проект нового мемориального комплекса. На место старого вернут доску почета. Краснодарский край вошел в состав российской бизнес-миссии под представительством главы Минпромторга Дениса Мантурова. Вениамин Кондратьев накануне прибыл в Берлин, чтобы презентовать промышленный потенциал региона. Свою продукцию Кубань поставляет в более чем 20 стран мира. Однако доля экспорта в Германию пока невелика – менее 10%. О чем договорились на деловых встречах, узнаем из следующего сюжета. Вот так в кулуарах начинаются разговоры о больших контрактах. Перед началом официальной встречи губернатор Краснодарского края о чем-то долго общается с Катариной Клаас, главой одной из крупнейших компаний по производству сельхозтехники. Международные отношения явно выстраиваются на дружеских связях. Официальная программа российской делегации, которую возглавил глава Минпромторга Денис Мантуров, началась с заседания Восточного комитета германской экономики. За одним столом собрались руководители крупнейших немецких компаний и губернаторы российских регионов. Мы надеемся определить ряд совместных проектов и приступить к их конкретной реализации. Мы видим, что Россия нацелена на увеличение местного производства и экспортной деятельности. Есть весь потенциал для сотрудничества. Восточный комитет германской экономики через два года, уже будет 70 лет, как укрепляет и развивает российско-германские торговые и экономические отношения. И мы абсолютно искренне и высоко ценим работу вашего комитета по выстраиванию диалога между нашими странами. Германия остается ключевым экономическим партнером для России. И такие встречи позволяют настроить взаимовыгодный диалог между двумя странами. Казалось бы, западные санкции должны были охладить деловые отношения, но наоборот их укрепили. Только между Краснодарским краем и Германией за последние три года товарооборот составил почти миллиард долларов. Разговор о дальнейшем сотрудничестве продолжился уже на встрече с представителями ассоциации немецких закупщиков. Кубанскую делегацию исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс сначала поприветствовал на немецком, но через несколько минут с легкостью перешел на русский. Сегодня Кубань заинтересована в несырьевом экспорте, отмечает губернатор. И речь не только о вине и кондитерских изделиях. Сместить акценты хотят в сторону промышленных товаров. В крае налажена металлообработка, выпуск сельхозтехники и станков, производство стройматериалов и удобрений. Полный список компаний, выпускающих продукцию, на экспорт на столе у немецких закупщиков. Чтобы, как говорится, пощупать все своими руками, Внямин Кондратьев пригласил бизнесменов из Германии на экскурсию по заводам и комбинатам Краснодарского края. Бизнес Краснодарского края готов к экспорту, потому что мы сегодня научились производить достойную продукцию, за которую не будет стыдно, в том числе и на европейском рынке. Мы научились быть гибкими. Бизнес Краснодарского края научился быть в рынке. На рынок нужно очень быстро отвлекаться, нужно быстро маневрировать. Поэтому, исходя из запроса интереса того или иного бизнеса, немецкого, мы можем скорректировать то или иное производство. Вот именно этот интерес. И с этого начать. Поэтому, еще раз подчеркиваю, сегодня промышленность края достаточно гибкая. Достаточно гибкая, поэтому для нас принципиально важно сегодня рассматривать вопрос о расширении рынка сбыта. Поставляем в Италию, в Великобританию, в Германию, в Нидерланды, Грецию. И за последние два года экспорт составил более 1 миллиарда долларов США. Но в то же время край заинтересован в открытии новых производств. Тем более, что уже есть ряд успешных примеров. Так, компания «Класс» намерена перенести выпуск маломощных комбайнов из Германии в Краснодар. В аграрном крае рынок сельхозтехники один из самых емких. Сейчас, например, у кубанских фермеров большой спрос на трактора малой мощности для обработки виноградников и садов. Занять эту нишу в том числе могут и немецкие производители. Агропромышленный комплекс региона Краснодарского края закупил более 16 тысяч тракторов в Беларуси. И, безусловно, компания ведет переговоры с тем, чтобы разместить производство тракторов в Краснодарском крае. И мы сегодня, понятно, рассматриваем в том числе и эти варианты, но прекрасно понимаем, что высокотехнологичное сельское хозяйство диктует нам, чтобы в крае появились современные тракторы малой мощности. Мы активно очень ведем переговоры с компанией «Класс». Я понимаю, что это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, но в любом случае рынок не стоит на месте и спрос диктует предложение. Немецкие компании, которые уже разместились в Краснодарском крае, пример того, что для региона иностранные инвесторы – дорогие партнеры. Тем, кто готов открывать свое производство на Кубани, могут предоставить налоговые льготы и даже обеспечить промышленными площадками с необходимой инфраструктурой. Такой вот зарубежный бизнес с кубанским акцентом, который, как уже показала практика, успешно работает в регионе, несмотря на внешнеполитические условия. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. На реализацию региональных программ в рамках национальных проектов в этом году направлено 39,5 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Как потратить эти деньги максимально эффективно, обсудили сегодня в Краснодаре на совещании под руководством главы Кубани. В заседании приняли участие вице-губернаторы, региональные министры, представители законодательной власти, прокуратуры. Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на создании условий для привлечения в социальную сферу молодых специалистов, строительства нового жилья и развития малого и среднего бизнеса в регионе. Мы должны увеличивать количество человек, которые заняты в малом, среднем бизнесе и создавать условия для того, чтобы особенно молодые люди своей целью ставили создание своего семейного предприятия. Но мы должны создать условия и они должны поверить в эти условия, поверить в гарантии того, что они смогут создать свой бизнес малый и передать своим детям. Эта задача сегодня не показатели занятности населения в малом, среднем бизнесе, а по-настоящему вовлеченность, особенно молодых людей, в малый и средний бизнес. Василий Александрович, здесь какая у нас причина? Почему мы не можем сделать молодежь до 35 лет своими сторонниками, чтобы они ставили свои задачи? Я с уверенностью могу сказать, мы вам докладывали, что все меры финансовой поддержки создания малого и среднего бизнеса в регионе созданы и они действуют очень продуктивно и эффективно. Мы сейчас будем практиковать большую работу по кооперации среди малым, средним бизнесом и крупным предприятием. Вот кооперация и муниципальные и государственные закупки, это тот потенциал, тот резерв, в котором мы можем увеличить и улучшить и жизнь малого и среднего бизнеса, ну и соответственно их численность людей в них работающих. Давайте изучим сегодня все, что нам нужно и если вдруг мы видим, что у нас не хватает компетенций, давайте их создадим из числа малого бизнеса. Ребят, которые зайдут в малый бизнес, средний бизнес. Промониторьте уже все, что необходимо нам, кто нам нужен, представители какого малого и среднего бизнеса, чтобы максимально закрыли полностью потребность в реализации национальных проектов в крае. В прошлом году благодаря национальным проектам построили больше 400 школ, детских садов, парков, дорог, спортзалов, больниц. Сразу несколько программ выполнили раньше срока. В лидерах культура, благоустройство, ремонт дорог, переселение из ветхого жилья. Новый офис врача общей практики появится в поселке Джубга Туапсинского района. Об этом стало известно во время рабочей поездки вице-губернатора Анны Меньковой в муниципалитет. Куратор соцблока проверила работу учреждения, а еще посетила сельскую школу и детский сад. Лазурный берег, шум волны и морской воздух – место идеальное для неспешного отдыха. Но сюда чаще приезжают не насладиться красочным пейзажем, а получить медицинскую помощь. Именно это терапевтическое отделение в поселке Джубга и было взято на карандаш Анны Меньковой после посещения Краснодарского госпиталя ветеранов. Тогда к заместителю губернатора обратилась Лидия Братикова. Женщина рассказала о ситуации с медицинской помощью у себя в районе. Как объяснила пациентка, в 93 года она вынуждена ездить на лечение. У нас закрывают больницу. Я живу в Джубге. Топсинский район. Какую больницу закрывают? Ну она называлась не поликлиника, а больница в самой Джубге. Там когда-то в 70-м году даже было родительное отделение. Там была хирургия. А сейчас закрывают совсем. Сделали дневное обслуживание. Куратор соцблока приехала лично разобраться, почему люди жалуются на больницу. Сейчас в учреждении есть только терапевтическое отделение и дневной стационар на 14 мест. За более серьезной помощью и круглосуточным наблюдением пациентам приходится ехать в другие клиники. Мы все равно должны с вами сделать так, чтобы здесь изменить ситуацию, потому что жалобы есть. То есть людей не устраивает то, что они не могут здесь получить качественное медицинское обслуживание. И в них не было бы необходимости ехать в Михайловск. Чтобы люди были довольны. И получили как минимум тот минимум, который необходимо получить. Если мы здесь построим это здание, сделаем капитальный ремонт. После капитального ремонта отделения здесь планируют открыть офис врача общей практики. Уже разрабатывается проектно-сметная документация. В учреждении закупят новое оборудование для диагностики и лечения, а также расширят штат врачей. Возможно и медиков из других регионов заинтересуют вакансии. К слову, специалисты часто выбирают наш край для работы. Откуда приехали? Из Ростовской области. Почему приехали сюда? Почему Краснодарский край выбрали? Вообще Краснодарский край сам по себе красивый достаточно. Тем более наморен. А вы здесь себе жилье в джубке купили? В ипотеку взяла. В ипотеку взяла. Сразу получила миллион. И зарплата здесь позволяет нормально жить? Да, да. С ребеночком помогли тоже устроить детский садик. Я очень рада. Да, мне нравится. Мы рады, что вы у нас в Краснодарском крае. Спасибо. Мы рады. Мы всегда рады врачам, учителям. Добро пожаловать. Вице-губернатор также проверила, как в общем развивается социальная сфера Туапсинского района. Анна Менькова посетила детский сад в поселке Джубга. Он работает почти 30 лет и уже требует обновления. Муниципальные образования, которые, собственно, являются учредителями школ, детских садов сегодня. Вы не должны забывать, что это ваша зона ответственности в том числе. И, конечно, мы должны поддерживать социальные объекты в приличном состоянии. Новую школу в следующем году откроют и в поселке Молдавановка. Анна Менькова проверила готовность объекта и осмотрела здание, в котором сейчас занимаются дети. Всего 61 человек. Учебное заведение вмещает пять классов. Кабинеты оснащены компьютерами и интерактивными досками. Есть небольшая столовая и открытая спортплощадка. Мальчики и девочки ходят в походы и занимаются шахматами. Мы должны понимать, что первое основное – это качество образования. Очень важно, чтобы любая школа, большая городская или такая маленькая сельская школа, давала правильный качественный образовательный результат. Замглавы региона также пообщалась с педагогами и детьми. Анна Менькова отметила, что образование в сельских школах Кубани сейчас не уступает городскому. Это доказывают результаты итоговых экзаменов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня представили проект нового мемориального комплекса. Построят его в микрорайоне Хоста. Речь идет о новой памятной стеле взамен той, которая находится в аварийном состоянии. Эту тему широко обсуждали на прошлой неделе. Общественники обратились тогда к главе Хостинского района Павлу Клопотовскому с просьбой вообще перенести мемориальный комплекс в другое, более удобное место. Так как во время патриотических акций и праздничных мероприятий на старом всем участникам разместиться было сложно. И вот такая территория была найдена. Это сквер в честь 50-летия Победы. Сегодня общественности для обсуждения был представлен проект нового мемориального комплекса. Он позволит вмещать несколько тысяч человек. Рядом помимо гранитной плиты, на которой золотыми буквами выбиты имена хостинцев, ветерана Великой Отечественной войны, будет установлена военная техника. Более того, архитекторы предусмотрели и памятный огонь у новой стелы. В отличие от вечного, его будут зажигать во время проведения мероприятий. На месте же, с которого уберут мемориал, будет сквер. Мемориальную плиту демонтируют. Две в микрорайоне с одинаковыми именами не нужны. А взамен по инициативе горожан будет установлена доска почета. Исторически, если из истории, значит, сегодняшний мемориальный комплекс старый, действующий, он был тоже еще в советское время преобразован из доски почета района. То есть исторически, то есть на этом месте раньше и была доска почета. Поэтому сейчас мемориальный комплекс новый мы воздождаем, строим на новом месте. А ее реконструкцию старого комплекса делаем под доску почета, как это было ранее. Реконструкцию мемориального комплекса в Парке Победы администрация района планирует завершить к 1 мая. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Сочи теперь есть набережная Штеймана. Ее открыли сегодня в честь 100-летнего юбилея отца краснодарского чая, почетного гражданина Сочи и героя соцтруда Устима Генриховича Штеймана. Право открыть набережную, названную в честь Устима Штеймана, было предоставлено главе района и дочери известного чаевода Марине Лешко. До своего 100-летнего юбилея почетный житель Сочи, герой соцтруда и участник Великой Отечественной войны не дожил три года. Мне, конечно, очень приятно, что папиным именем названа набережная в Дагомысе, где он проработал очень много лет. Собственно, вся его сознательная, такая трудовая деятельность здесь прошла. Конечно, я благодарна и администрации города в том, что действительно это произошло. Ну и также я надеюсь, что вот эта марка краснодарского чая теперь будет обретать свое былое значение. Развитию чаеводства на курорте Устим Штейман посвятил больше полувека, хотя история сочинского чая началась еще в 19 веке. Первые кусты высадил прусский садовод, но его посевы не выдержали зимних холодов. После попытку вырастить южный чай повторил Иуда Кошман, и его труд положил начало всему сочинскому чаеводству. Стремительный же рост производства чая на курорте начался после революции с появлением в Дагомысе первого чайного совхоза. Там в качестве управляющего отделением работал Устим Штейман. Позже он стал руководителем, и тогда были заложены сотни гектаров плантаций субтропических культур. Модернизированы Дагомыской и Адлерской чайные фабрики и появились известные чайные домики, ставшие достопримечательностью курорта. Апогея производства чая в Сочи достигла 80-х. Тогда экспорт шел на миллиарды рублей, но после перестройки многие плантации оказались заброшены. И только в 2000-х краснодарский чай начал снова возрождаться. Более века сочинский чай имел статус самого северного в мире. Пока в 2012 году англичане не собрали первый урожай в Корнуоле. Но краснодарский чай, именно так официально называется продукция местных чаеводов, вряд ли можно сравнить с каким-либо другим листом. По сравнению с тем же цейлонским собратом, его вкус заметно мягче и нежнее. Узнать о южном растении, которое покорило северному климату, о нелегком труде сочинских чаеводов на плантациях, все желающие могли во время дегустации, организованных тут же, на набережной, в специальных павильонах. Здесь почвенно-климатические условия совершенно другие. Во-первых, качество чая зависит от почвы, от количества тепла, количества солнца. Я, как агрохимик, хочу сказать так, если будет недостаток сильный, то чай потеряет качество. Все равно фосфорные калийные удобрения, ну калий достаточно, особенно фосфорные удобрения вносить нужно. Сейчас сочинский чай выращивают на Мацесте, в хосте, в поселке Лазаревское, Салахаули и Дагомысе. С руководителями и сотрудниками ведущих сочинских предприятий по производству чая накануне встретился глава города. Обсуждали проблемы, которые мешают возродить былую славу сочинского чая. Расширение производства, по мнению чаеводов, невозможно без устойчивого рынка сбыта. Решить этот вопрос можно путем создания в городе дома чая, где все чаеводы смогут продавать свой товар. Вывести бренд на новый уровень можно и за счет восстановления старых чайных плантаций. Над этими вопросами сейчас работают эксперты. Алексей Копайгородский предложил чаеводам до 1 марта оформить свои предложения по перспективному плану развития отрасли. Сделайте, образно говоря, дорожную карту, какой-то перспективный план и будем от него отталкиваться. Объединитесь вы. Не объединитесь, это тоже ваша повестка. Моя задача и задача команды, наверное, всех сочинцев и всех граждан нашего города сделать, чтобы этот бренд никогда не увидал. Это ваша отрасль. Мы создаем условия, чтобы все отрасли жили и процветали в нашем городе. Убежден, что в ближайшем будущем совместно с вами, уважаемые коллеги, наши дорогие ученые, местные предприятия все-таки возродят былую славу самого северного в мире чая. Праздничные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея Штеймана продолжатся. 21 февраля в Музее истории города состоится памятный вечер. Посетить его могут все желающие. Начало мероприятия в 15 часов. Столетнему юбилею Штеймана будет посвящена и международная научно-практическая интернет-конференция. Она пройдет в Сочи в середине декабря. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 19 февраля 1945-го продолжались бои в Восточной Пруссии. Войска 3-го Белорусского фронта все теснее сжимали кольцо окружения южнее Кёнигсберга. Противник неоднократно переходил в контратаки, но все попытки гитлеровцев вернуть потерянные позиции не увенчались успехом. В ходе боев на этом участке немцы несли большие потери. Рядом с селением Груненберг на поле боя остались 27 подбитых вражеских танков, 5 бронетранспортеров и десятки полевых орудий. Нашими войсками взятов плен более 420 немецких солдат и офицеров. Неприятель, зажат из флангов, упорно оборонял подходы к побережью и транспортным узлам. Рядом в лесах шли ожесточенные бои. В это же время, продвигаясь вперед, советские солдаты становятся свидетелями фашистских зверств. Газета «Красная звезда» сообщает, что во взятом городке бойцы обнаружили своих зверски убитых и изуродованных однополчан, связистку и офицера. Еще двоих красноармейцев нашли повешенными со следами жестоких пыток. Союзники в это время наступают в Рейнской области. В Боснии народно-освободительная армия Югославии продолжает бои по уничтожению окруженных гитлеровских частей. А московские театры в этот день организовали День культурного отдыха раненого бойца. В госпитале с выступлениями приехали 10 известнейших творческих коллективов. Исполняли отрывки из пьес, пели песни, просто беседовали с бойцами. Некоторые артисты давали по 5 выступлений в день. А еще мы продолжаем серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Сочи. Сегодня расскажем о Валентине Хрящевой. Местом ее подвига было не поле боя, а госпиталь, где она спасала жизни своих однополчан. Маленькая Валя, так ее называли однополчане, на фронте Валентина Ивановна оказалась в 17 лет. Закончила курсы медсестры и, ничего не сказав маме, ушла. После известия о смерти отца стремилась не просто на войну, а именно на передовую. Ее военная история началась в 44-м. Жила она в Челябинске, оттуда новоиспеченную медсестру вместе со связистками и радистками отправили в Заполярье. Командир дивизии говорит, а куда ты хочешь? Он у меня, я говорю, только в линейное подразделение. А он, а ты знаешь, что такое линейное подразделение? Мне, девчонки, если ты на передовую хочешь, пройтись в линейное подразделение. А что такое? Не объяснили. И я тут же сообразила. Я говорю, это там, где нужна помощь раненым. Моего отца они смогли спасти, а я хочу сейчас. И меня забрали на батарею. Дивизия Валентины Хрящевой освобождала финские города, дошла до Норвегии. Попала Валентина Ивановна и на второй Белорусский фронт. Спасая жизни солдат. Сама была не раз и ранена, и контужена. Мы освобождали Данцик, Дыни, Свинемюнды, все порты наши. И что, конечно, я была там ранена. Сейчас покажу вам документ, где орденом Красного Знамени меня наградили. Там прямо в документе написано, была ранена, но не покинула поле боя. Страшным были все дни войны, рассказывает Валентина Ивановна. А вот радостный только один день победы. Часа в два ночи, как закричал телефонист, победа, это с восьмого на девятое, победа, победа. Ой, ребята, такой войны. Я прошла два фронта, не видела. Как выскочили все из окопов, как стреляли с автоматов, обнимались. Все уже тогда плакали, плакали от радости и от того, что не дожил друг. В сентябре 45-го Валя Хрящева пошла в 10-й класс. В скором времени вышла замуж, родила двоих детей. Сегодня ее пожелание подрастающему поколению одно – быть сильными и готовыми к труду и обороне. Учеников казачьей школы сегодня угощали солдатской кашей. Там сегодня высадился десант казаков и росгвардейцев. Встреча прошла в рамках месячника оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания. В Сочи он стартовал 23 января и посвящен Дню защитника Отечества. Школа номер 10 признана лучшей казачьей школой Краснодарского края. Казаки здесь гости частые, но сегодня наставники пришли не с пустыми руками, а развернули для ребят настоящую выставку современного оружия. Наша основная задача – воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своей малой родине. Каким будет казачество через 20 лет, зависит от того, как мы сейчас уже воспитаем молодежь в казачьих традициях, в казачьем духе. На этом мы направляем все наши основные усилия. Месячник оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания не проходит бесследно. Такие мероприятия вдохновляют ребят, в том числе и помогают определиться с будущей профессией. Наши дети действительно поймут, что и казачество, и армия – это большая сила на сегодняшний день, и что есть, кому защищать Родину. Это самое главное. Растет количество желающих в военное училище поступать. Вот это да, мы тоже обращаем внимание. Хотя экзамен не простой ЕГЭ. А во дворе школьников ждала полевая кухня. Армейскую кашу привезли росгвардейцы. Мало кем любимую гречку школьники уплетали за обе щеки, но со знанием дела. В Великую Отечественную войну на этих тележках привозили эту кашу даже во время боя. И ее там ели. Мы попробовали именно ту кашу, потому что ее готовили солдаты по именно тому же рецепту. Было очень страшно, когда парни молодые вырывались, выбегали из окопов, и им было очень трудно преодолевать страх, потому что им надо было защищать своих родных. Там шли в бой даже подростки. Мы берем пример с тех солдат. Завершится месячник оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания 23 февраля. На мемориале воинской славы состоится возложение цветов, а на площади Зимнего театра парад военно-патриотических клубов Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопки и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.